Утром 22 июня Юлия с мужем и 10-месячной дочерью проснулась от жуткого запаха нечистот. Начался очередной потоп в их квартире. Очередной, потому что последние три года каждое лето их квартиру регулярно, примерно раз в месяц, затапливают канализационные воды. Поэтому телефон управляющей компании здесь знают наизусть. Мы позвонили в аварийную службу, вызвали. Они сказали, что сейчас приедут. Мы прождали их до трех часов. Муж уехал на работу, мы с ребенком остались с маленьким вдвоем здесь. Все это дальше полилось в коридор из ванной. Мы отсюда ушли, мы пошли к бабушке, зашли. Бабушка сюда пришла, начала здесь все это убирать, потому что потекло это все на кухню и уже в комнаты потекло. Если бабушка начала, я не знаю, что здесь было бы. Вот так вот. Прождали мы их где-то часов в шесть, они приехали. Аварийка, по словам жильцов, приехала через восемь часов после первого звонка. За это время квартира была залита нечистотами. Но случилось и гораздо более страшное. Бабушка Юлии, 75-летняя Юлия Андреевна, убирая фекалии, получила обширный инсульт. На полу без сознания ее обнаружила соседка. Сейчас пожилая женщина в больнице и прогнозы врачей малоутешительны. По словам жильцов, коммунальщики виной всему называют неаккуратность людей. Дескать, они сами забивают канализацию. Но однажды квартиру затопило, когда семья целую неделю жила на даче. Признавать дом аварийным, в отличие от строений по соседству, никто почему-то не спишет. Я уже задавала вопросы неоднократно и президенту, и губернатору, и мэру. Скажите, почему именно наш дом не признан аварийным? На что мне отвечали? Для этого вы должны предоставить документы, справку с БТИ, экспертизу, которая в общей сумме стоит порядка 200 тысяч. А я ему говорю, с кого мы будем брать. Вот в этой квартире живет семья из четырех человек, четверо детей, многодетная семья. На втором этаже у нас живет многодетная семья, семь детей у них. У нас здесь маленький ребенок, тоже молодая семья, они оба студенты. Там инвалид, молодой человек инвалид, у него ДЦП. Бабушка-пенсионерка, с кого брать вообще? С кого эти 200 тысяч брать, если вообще малообеспеченный весь дом? Один раз пришел сантехник, нормальный, и сказал, вам ее давно нужно поменять, эту трубу. Просто-напросто. Это будет продолжаться постоянно, просто-напросто. Потому что очень старая труба дома, сколько лет, она естественная. Во-первых, она очень узкая сама по себе. Сейчас такие трубы не делают, канализационные. Мы платим такие деньги, вот за эту трехкомнатную квартиру полностью 6 тысяч выходит, представляете? А площадь у этой вашей квартиры? Ну, 60 метров. 60 метров вот общая площадь у нее. Я не жила, а вот общая площадь. Просто вообще, мы 1600 платим за отопление в течение всего года. Я не знаю, почему, но мы платим в течение всего года. Платим 6 тысяч, а вот свет, электричество, все выходит у нас, вот 6 тысяч за эту квартиру. Видели, какие условия в этой квартире? Просто за что мы платим деньги, я вообще не понимаю. Дом на Ленинградской 50А, деревянный, обложенный кирпичом, построен еще в 1949 году. Не только канализация. Абсолютно все коммуникации здесь давно пришли в негодность. Влажность воздуха в квартирах такая, что гниют полы и перекрытия, по стенам ползают слизни. Тяжелым воздухом дышат дети, старики, инвалиды. Проводка в подъезде уже не раз была причиной коротких замыканий и даже возгораний. При всем этом дом считается пригодным для проживания. А между инсультом пожилой женщины и фекальным фонтаном, рассказали жильцы, в управляющей компании не увидели никакой связи. Субтитры создавал DimaTorzok